Как же болит животик! Хочу есть! Лежи спокойно, мой пушистик! Что за шум? Бабуля! Кажется, это моя любимая внучка зовет на помощь! Уже бегу! Обожаю бургеры! И картошечку! А это что за шум? Братик! Сестренке нужна моя помощь! Бургеры подождут! Ну вот, очередной шедевр готов! А что за звуки? Кажется, это малышка Кейт! Шеф! Супер-шеф! Спешит на помощь! Что такое, милая? Что с тобой? Я проголодалась! Прошу внимания! Первым делом я хочу съесть сочный стейк! Легко! Сделаю! Без проблем! Я приготовлю самый вкусный стейк! Да еще и быстрее всех! Это мы еще посмотрим! Шеф уже взялся за дело! Тогда и я не буду отставать! Что он там налил? Масло? Проще некуда! Могу даже лить не глядя! Осторожнее, мелок! Упс! Нельзя играть с продуктами! И что они смогут приготовить? То ли дело я! Я тоже так могу! Всего-то нужно подкинуть стейк повыше! Смотрите, бабуля! Ой! Забыл поймать! Внучок! Тебе нужно быть немного внимательнее! Смотри! Нужно поджарить со всех сторон до золотистой корочки! Моя корочка еще золотистее вашей! Вот это да! Смотрите, я тоже так могу! Ну и где мясо? Ой-ой! И я буквально на секундочку! О нет! Теперь все мясо в грязи! Разве его можно есть? Знаю! Если залить стейк кетчупом, то грязи не будет видно! Идеально! Да уж, внучок, повар из тебя никакой! А мой стейк получился идеальным! Осталось только поперчить и украсить веточкой розмарина! Бабуля! Вы ничего не смыслите в сервировке! Золото! Что может быть круче золотого стейка? Нарежем на крупные кусочки! Используем крупную морскую соль! И готово! Ладно, попробуем! Это еще что такое? Хотите меня отравить? Алекс, это твоя работа! Ни за что не буду это есть! А этот стейк выглядит аппетитно! Ммм, потрясающе! Остался последний! Ого, это что, золото? Честно говоря, на вкус такое себе! Даже доедать не хочу! Вот победитель! Я знала, что выиграю! Что там дальше? А теперь время десерта! Хочу круассан! Легко! Надеюсь, в этот раз у меня получится победить! Ого! А бабуля не промах! У нее есть заготовки! Бабуль, может поделишься со мной? Класс! Спасибо! Осталось только поставить круассаны в духовку и немного подождать! Ну уж нет! Это не для меня! Настоящие профессионалы не используют полуфабрикаты! Только свежие продукты! Замешиваем тесто! Что? Вы даже этого не умеете! Почти готово! А теперь раскатываем его! Осталось смазать маслом! И нарезать так, чтобы круассаны были идеальной формы! Красота! И вот теперь можно поставить в духовку! Круто! Ого! Бабуля, у тебя все это время была нутелла и ты молчала? Это же отличное дополнение к моим круассанам! Ой, какая вкуснятина! Время доставать круассаны! Не затягивай, внучок, а то сгорят! А что за запах? Да, и правда, что за запах? О нет! Мои круассаны! Они сгорели! Ну вот, теперь это просто два уголька! Кейт такое точно не оценит! Не расстраивайся, еще выиграешь! Здесь есть только один победитель! И это я! А вот и мои чемпионские круассаны! Осталось только красиво их засервировать! Добавим взбитые сливки и ягодки! И немножко пудры! Готово! Посмотрим! Ой, это какие-то угольки! Алекс, опять хочешь меня отравить? Ни за что! А вот эти круассаны выглядят аппетитно! И на вкус очень даже нравятся! Вау, какие красивые! И на вкус просто потрясающие! Это однозначно победитель! Наконец-то справедливость восторжествовала! Прошу внимания! Я бы не отказалась еще от одного десерта! Панкейки, легко! Бабуль, не спать! Ой, я что-то пропустила! Панкейки? Это же проще простого! Снимем пробу! Тесто идеальное! А значит и панкейки получатся превосходные! А вот и первый! Уже готов! Какой аромат! Ну не знаю, тесто как тесто! Что в нем особенного? Идея! Я же могу сделать его особенным! Просто добавлю красители! И у меня получатся самые яркие панкейки в мире! Красота! Да! Первый панкейк готов! Осталось испечь еще несколько! Раз, два, три! Какие яркие! Не хватает только кусочка сливочного маслица! И, конечно, куда же без кленового сиропа! Аппетитно? Не то слово! А чем же мне украсить? Знаю! Маршмеллоу паста подойдет! Долой крышку! Ой, как вкусно! Да, здесь есть самое место! А теперь разноцветная посыпка! Красота! Мне нравится, внучок! Ну уж нет! Я свою победу отдавать не собираюсь! Есть у меня один секретный рецепт! Для начала отварю яйцо пашот! Теперь зелень и колбаска! То, что нужно! А еще бекон! Готовое яичко пашот кладем сверху! Идеальные панкейки готовы! Ну что ж, попробуем! Начну вот с этих! Очень вкусные! А как насчет вот этих панкейков? Такие веселые и разноцветные! Да, тоже вкусно! А это что? Выглядит странно, но нужно дать им шанс! Хотя нет, не нужно! У нас есть победитель! Да, победа моя! Супер! Вы так здорово справляетесь! А сможете ли приготовить мороженое? Шеф может все! Никаких проблем! Делов-то! В этот раз у меня получится самое лучшее и самое вкусное мороженое! Для этого как следует потолку торт! Какой аппетитный! В общем, раз и готово! Ломать не строить! Внучок, осторожнее! Прямо в глаз! Ну прости! Ого, смотри! У шефа там готовка полным ходом! Пока вы балуетесь! Самое вкусное мороженое в мире вовсю готовится! Добавлю цедру лимона и пару ягод клубники! А теперь добавим эффектности! Та-дам! Готово! Вау, настоящая магия! Браво, конечно! Но красота не так важна! Главное – вкус! А я уверена, что мое мороженое будет самым вкусным! Ведь я всегда готовлю с любовью! Вот и все! Готово! Любовь, красота – это все ерунда! Чем слаще, тем вкуснее! Вот что я думаю! Поэтому я добавлю взбитых сливок! А сверху украшу мороженое конфетками и печеньками! Орло и Скитлз! Супер! А сверху полью шоколадным топпингом! Ты не переборщил, внучок? В самый раз! Посмотрим! Ого! Что это такое? Выглядит завораживающе! Но вкусно ли? Это что, мята? Фу, уберу ее! Попробуем! Нет! Отсутствие мяты не спасет это мороженое! Попробую вот это! Выглядит интересно! Но на вкус как-то обычно! А как насчет этого? Выглядит симпатично! На вкус то, что нужно! Сладко и вкусно! Да, я знал, что я выиграю! Больше всего мне хочется съесть пиццу! Отличный выбор! Легче легкого! Я бы и сам съел кусочек! Пиццу я готовлю лучше всех! Самое главное, как следует намазать основу томатной пастой! Добавить сыр! И колбасу! И запечь в духовке! Установлю таймер и подожду! Не верю своим глазам! Бабуля, полюбуйтесь, что делает ваш внук! Ну и кто здесь настоящий шеф-повар? Ой! Ну не страшно, не поваляешь, не поешь! Ох, внучок! Ну и где мне теперь взять тесто? Ого! Спасибо, бабуль! Теперь осталось только придумать начинку! И у меня есть отличная идея! Вместо томатной пасты я возьму маршмеллоу! Намазать нужно так, чтобы не осталось ни одного пустого места! А вместо пепперони у меня будет скитл! Да, такую пиццу сестренка еще точно не пробовала! Красота! Сразу видно новички! Настоящие профессионалы не ищут легких путей! Чтобы сделать мою пиццу необычной, я добавлю в тесто чернила каракатицы! Прикольно! Теперь нужно как следует его размять! Да, то, что нужно! Ну и, конечно, не обойтись без томатной пасты! Только посмотрите на это сочетание цветов! Просто потрясающе! А чтобы добавить моей пиццы из исконности, я добавлю морепродукты! Вуаля! Идеально! Браво! На несколько минут в духовку, и пицца будет готова к подаче! Как же долго идет время! Ну неужели я чуть не уснул? Как и ожидалось! Идеально! Великолепно! А моя пицца выглядит не лучшим образом! Ну ладно, посмотрим! Все пиццы выглядят неплохо! Секунду! А это что? Улитка? Это устрица! Не важно! Это я есть не собираюсь! А вот это другое дело! Такой красивый яркий кусочек! Объедение! Мне нравится! Но осталась еще пицца от бабули! И пахнет она замечательно! Как же вкусно! Как всегда великолепно, бабуль! Ты побеждаешь! Все потому, что приготовлено с любовью! Размялись, а теперь за дело! Хочу бургер! Справитесь? Естественно! Все, что пожелает моя малышка! Это должно быть несложно! Бе! Фарш! Забирай его, бабуль! Я начну с булочки! У бургера должна быть булочка снизу и булочка сверху! А посередине что-то вкусное! Например, нутелла! А почему нет? Сладкий бургер почти готов! Это уже ни в какие рамки не лезет! Да ладно вам! Смотрите! А теперь в ход идут маршмеллоу! Попробуем! О да! То, что нужно для сладкого бургера! Добавлю побольше! Никогда не видел более нелепого рецепта! Положу несколько маршмеллоу на булочку! Красота! Да! Пора показать вам, что такое настоящий бургер! Никакой нутеллы и сладостей! Главное в бургере – это котлета! В этом я с вами полностью согласна! Сначала сделаю небольшую тевтельку и положу ее на сковороду! Вот так! Посмотрите, какая хорошенькая! А теперь прижму лопаткой! И главное – не забыть перевернуть! Постойте, а что за запах? Кошмар! Спокойно, бабуль! У меня все под контролем! Чтобы маршмеллоу были еще вкуснее, их надо было поджарить! И горелка в этом деле лучший помощник! Осталось только добавить мармеладные ленты и накрыть верхней булочкой! Вот и все! Мой бургер готов! Не называй булочку со сладостями бургером! Не могу это слышать! Сейчас я покажу тебе, что такое правильный бургер! Кроме сыра в него нужно добавить бекон, который я предварительно обжарю на сковородочке! И, конечно же, чем больше слоев, тем вкуснее! Та-дам! Готово! Встречайте, самый роскошный бургер в мире! И правда, получилось внушительно! Но традиции не превзойти ничем! Вот он, мой бургер-победитель! Какой аромат! Остался последний штрих! Немного карамели сверху не помешает! Ну вот, другое дело! Аппетитнее не придумаешь! Посмотрим, посмотрим! Ого, какой большой бургер! Ой, и очень вкусный! Однозначно претендент на победу! А здесь у нас что? Неплохо! Но на вкус обычно! Я такой вчера ела! О, а это что-то новенькое! Ого, сладкий бургер! Я чувствую нутеллу! И мармелад! Отличная идея, братик! Но все-таки побеждает бургер шефа! Поздравляю! Приятно, хотя и неудивительно! Вы готовы к десерту? Я да! Хочу печенье! Проще простого! Сделаю, как ты любишь! Запросто! Как там? Нужно раскатать тесто, да? Внучок! Внучок! Перестань издеваться над тестом! Оно ни в чем не виновата! Смотри! Нужно взять скалку и осторожно раскатывать! Вот так! А затем нужно вырезать из теста кругляшки заготовки! Видишь? Ну не знаю, бабуля, это как-то скучно! У меня есть идея получше! Не буду заморачиваться, одного кружка хватит! Лучше как следует позаботиться о начинке! Насыплю ММД и будет шикарно! А теперь можно и в духовку! Можно, да! Но смотри, не ошпарься! А мои печеньки уже подрумянились! Какие красавчики! Да бросьте, бабуль! С таким печеньем вам в этом раунде точно победы не видать! К тому же я придумал кое-что особенное! Руки вверх! Да ладно вам, расслабьтесь! Просто кулинарная шутка! Так вот, вместо скучных печенек я сделаю потрясающий пряничный домик! Я выпек несколько деталей, а осталось только скрепить их между собой! Вместо клея я использую вкуснейший крем! Ну вот, почти готово! Сахарная пудра выглядит как настоящий снег! А это завораживает! Ох, милок! Твое печенье, оно горит! Скорее доставай! Ну и запах! Это точно не аппетитный аромат! Ну и видок! Давай! Кто приготовил угольки? И я должна это есть? Ни за что! А вот это уже интереснее! Целый съедобный дом! И такой вкусный! Здорово придумано! Так, нужно попробовать оставшееся печенье! Аппетитненько! Кому же отдать победу? Пряничный домик победитель! Никто и не сомневался! На этот раз я хочу наггетсы! Как всегда нет проблем! Сделаем! Бабуль, не спать! Я что-то пропустила! А, готовим курочку, поняла! Не просто курочку, а наггетсы! Знаю-знаю! Нужно налить на сковороду масло и нагреть его! Бабуль, да ты просто шеф-повар! Дай-ка мне маслице! Уверен, я с ним справлюсь! Эй, почему не наливается? Ну давай! Ой! Да уж! Не этого я хотел! Теперь тут целое море масла! Сделаем вид, что так и должно было быть! Ох, ну ладно! Мне пора заняться готовкой! Нарежу куриную грудку на небольшие кусочки! Теперь нужно сделать панировку! Сболтать яйца, а в другую миску насыпать немного сухариков! Затем поочередно опускаем куриные кусочки сначала в яйцо, а затем в сухарики! И отправляем на сковороду! Вот какая замечательная румяная корочка получается! Бабуль, так аппетитно! Невозможно устоять! Ай, горячо! Мои пальцы! Давай подую! Ну как же так, внучок? Лучше! А нечего было совать пальцы в раскаленное масло! И вообще не отвлекайте меня от кулинарного искусства! Я решил добавить немного роскоши! Поэтому мои наггетсы будут золотыми! Блюдо готово! А что же делать мне? Знаю! Сырые наггетсы продаются в каждом магазине! Они и так вкусные, но я их улучшу! Добавлю сыра! И чем больше, тем вкуснее! Чтобы не испачкать руки, нанизаю наггетс на шпажку и окуну в сыр! Как там делала бабуля? Сначала окунаем в яйцо, а потом в сухарики! Но вместо них у меня будет кое-что покруче! Читас! Супер! Идеальная панировка! А теперь можно и пожарить! Главное, не забыть обжарить с двух сторон! Я считаю, что это идеально! Я все равно не дам тебе меня обойти! У меня есть кое-что для эффектной подачи! Мой секретный ингредиент! Внучок, что это? Без понятия! Теперь посмотрим, кто кого! Что у нас тут? Наггетсы на палочках? А это что, читас? Круто! А тут что? Вау! Такой дымок! Очень красиво! Золотые наггетсы я никогда не пробовала! Неплохо, но можно было и получше! Осталось попробовать вот этих красавчиков! Объеденье! Даже не знаю, какие выбрать! А нет, знаю! Вот эти самые вкусные! Да! Ну, наконец-то! Я победитель! Пиши в комментариях название своего любимого блюда! И, может быть, именно его наши герои приготовят в следующем кулинарном челлендже! Скоро увидимся на Парара! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...